Неправильный глагол drive в английском языке. Как переводится данный глагол? Он переводится как вести машину. Действительно, очень часто мы слышим такие предложения, как I can drive a car, she can drive a car, или слышим вопросы, can you drive a car? Вы умеете водить машину? и так далее. Какие же три формы данного глагола? Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Форма данного глагола чем-то напоминает форму глагола write. Write, road, ridden. Но здесь следует не путать drive и write. Write мы говорим ездить на лошади, к примеру, ride a horse, или на велосипеде ride a bike, но drive a car. Это очень важное правило, здесь очень многие делают ошибкой, поэтому, если видеть машину, всегда надо говорить drive a car. Далее, разберем примеры. I drove a car yesterday. Я водил машину вчера. She drove 200 kilometers last week. Она приехала на машине вчера 200 километров. She drove very carefully. Она водила машину очень осторожно. А если неосторожно, то тогда мы можем сказать carelessly. Carelessly – это антониум or carefully. She drove very carefully. Далее, несколько примеров с третьей формы глагола drive, driven. She has driven a long way. Она проехала долгий путь. He has never driven a car. Он никогда не ездил на машине. И вопрос. Has she ever driven a car? Она когда-либо водила машину. Здесь употребляется present perfect, потому что есть указатель ever, а во втором предложении never. He has never driven a car. Has she ever driven a car? Теперь повторим все данные предложения, но уже без русского перевода. I drove a car yesterday. She drove 200 kilometers last week. She drove very carefully. She has driven a long way. He has never driven a car. Has she ever driven a car? Да, действительно, полезные выражения. Самое основное – это запомнить drive a car. I drove a car. Or I didn't drive a car. Все зависит от того, you have a car or not. Окей. Thank you very much. Да, всем огромное спасибо. До скорой встречи. Пока. Bye.